В сфере высоких технологий наконец-то появляется конкуренция, пишет британский журнал Economist. В таких областях, как поисковые системы и социальные сети, монополии укрепили свои позиции. Но есть направления, где вырисовывается более здоровая ситуация. Например, платформы онлайн-коммерции, стриминговые сервисы и облачные технологии, отмечают эксперты журнала. Крупные технологические компании расширились, теперь они охватывают поразительное количество промышленных областей. Компания Amazon сталкивается с серьезными соперниками в лице таких фирм, как Walmart и Shopify. В области потокового видеоборьбу за первенство ведут полдюжины компаний. Облачные компьютерные технологии тоже стали рынком с жесткой конкуренцией. Пандемия коронавируса показала, насколько значимыми стали облачные технологии. Многие важные функции экономики теперь зависят от этих сервисов, в том числе большое количество веб-сайтов и приложений в области электронной коммерции, которые позволяют нам работать дома, отмечают авторы. Учитывая масштабы, большие опасения вызывает монополизация облачных технологий. Но издания считают, что есть обнадеживающие новости. Этот сегмент отличается конкурентностью. Здесь действуют такие крупные игроки, как Amazon Web Services, Microsoft, Oracle, Alphabet, IBM. Благодаря этому у пользователей возникает выбор и появляются более привлекательные цены. В завершении Economist пишет, если главным источником конкуренции для технологических гигантов в конечном итоге станут другие крупные компании, то пусть так и будет. Почему Запад оказался менее успешным в борьбе с коронавирусом, чем Южная Корея или Китай? Автор издания Time Джеймс Форсайт, критически настроенный к действиям европейских лидеров, пишет, первая волна нанесла по Западу мощный удар, а теперь он получит не менее сильный второй нокаут. Тем временем в Азии жизнь постепенно возвращается в нормальное русло. В Японии, Китае, Южной Корее, Вьетнаме, Таиланде и Сингапуре число заражений весьма незначительно, а Тайвань уже 200 дней живет без заражений из внутренних источников. Джеймс Форсайт немаловажной причиной такого контраста называет культурные различия в реагировании Европы и Азии на COVID-19. Так, либеральный индивидуализм, по его мнению, неподходящая философия для борьбы с тем, от чего страдает все общество. Есть и другая причина, по которой азиатские страны гораздо лучше справляются с вирусом. Они были к нему готовы, пишет журналист. Вспышка атипичной пневмонии в 2003 году дала государственным системам здравоохранения на Востоке опыт, который помог им в борьбе с коронавирусом. А Европа действовала по старинке, вспомнив пандемию испанского гриппа столетней давности, пишет автор. Азиатские страны сразу поняли, что болезнь можно сдержать и что они обязаны это сделать. К тому времени, когда Британия и остальные страны Запада осознали этот факт, было уже поздно. Тестирование и отслеживание контакта в Европе терпит неудачу, потому что, когда нагрузка слишком велика, система не выдерживает. А вот в Южной Корее и Гонконге количество заболеваний удалось удержать на достаточно низком уровне. И вовремя введенные меры дали результат, подчеркивает автор статьи. Как Бразилия собирается бороться с угрозами из космоса, рассказывает журналист бразильского издания Estadao Рубенс Барбоза. Сегодня космические объекты применяются для ведения традиционных войн на Земле. Спутники помогают отслеживать местоположение вооруженных сил противника, получать информацию о военных операциях. Все это делает их привлекательной целью для земных ракет, пишет издание. Сегодня многие страны пытаются ориентировать свои вооруженные силы на космос. Автор статьи пишет, задуматься над этим следует и бразильским властям. Мы, наконец, стали использовать космодром в штате Мараньян. Однако это не просто как для властей, так и для бразильских компаний. Дело в том, что инфраструктура всего региона и самого центра запусков нуждается в модернизации. Также следует пересмотреть внутреннее законодательство. Автор уточняет, есть проблемы с законом о космосе, определяющим коммерческую деятельность в космическом пространстве, сложности с одобрением запусков национальными властями, а также с переводом космических технологий в сферу коммерции. Журналист добавляет, космическое пространство превращается в настоящее продолжение Земли, и Бразилии стоит продвигать свои интересы в этой области. Рецептом чая, который держит организм в тонусе и защищает от зимних болезней, делится турецкое издание «Мелиет». Автор османского чая – Семир Эраслан, торговец травами в городе Антаке, провинции Хатай. Наряду с такими корнями растений, как сушеный имбирь, колган, куркума, в состав сбора также входят липа, шалфей, гвоздика, гибискус, мелиса, ромашка, сушеный лист розы, корица, розмарин, сушеное яблоко и лимон, перечисляет ингредиенты издания. По словам создателя, чай благодаря ценным растениям в своем составе повышает сопротивляемость организма к заболеваниям, которое с похолоданием снижается.